Так, давайте, вопросы какие-то были, ты еще задавал, давай. Да, вопросы у меня, ряд вопросов, я себе выписал. Давай. Ну, первое, это общение между верующими, братьями и женами. То есть, ну, женами, в смысле, женщинами, разными, там, женщины, то есть, речь только о верующих сейчас. Есть собрание братья и есть жены. Есть жены замужние, есть братья женатые. И как им друг с другом общаться? Какая-то грань должна быть? И как эту грань чувствовать, когда отойти, когда не отойти? Иногда муж выходит на беседу, то есть, его вызываешь прям, выходи с женой, чтобы не было противления у тебя, что мы с ней общаемся, у нас по вере общение. Иногда он хорохорится, но не выходит на такое общение. И вот как себя вести правильно? В каких случаях? Никак уходит, не уходит, еще свет клинным не сошелся. Нормально просто живем, я ничем не стесненный. Мы собираемся, поприветствовались, обнялись, поцеловались, поприветствовались. После богослужения в трапезы собираемся, вы это все видели. И выходили у нас в храме. Мы такой вопрос не ставим, как, кому, как. Если он враг уже сделал, с ним и рассуждать не о чем. А остальные-то все мы, близкие друг к другу. Это старобрядцы, они до того свирепые, не знают на кого броситься. Ну а если, да, если имен мы не называем сейчас, но я вам писал конкретно у меня там общение с одной, мне... Ну не надо, общения нет, я говорю, а почему ее нету здесь? Не надо, чтобы ее муж был здесь. Я поставлю преграду, сколько возможно, не надо. Если уже пошел расположение какое, сразу прерывать связь. Это уже заходит за грань, уже зашкаливает. Не надо. Я хорошо этого человека знаю, о ком говорите. Тем более он был у нас здесь. Я давно знаю, не надо. Не надо прекратить связь, все, больше еще не надо. Послушайся. Я тебя худому не научу. Тем более, если будет по-другому, горе будет везде. Все будет плохо. А так еще нету. Каждый живет сам по себе. Ну, где выступают другие, посмотри, что говорит. А в перепалку или как? Не вступай, никак. Совершенно отдельно. Я вот не отвечаю. Бывает, я иногда отвечу. Она меня знает там, очень хорошо относится. Ну и все на этом. Дальше никак. Она активная очень душа эта. Но если случится, что такое, так тебе уже мало не достанется. Надо просто уметь вовремя остановиться. Я подумал, вопросы по нашему делу у вас будут. Нет, у меня вопросы еще другие. По-духовному еще есть вопросы. Давай. По общению я понял. Но там временно отойти просто от нее надо. Временно. А потом, если обстановка успокоится, то можно вернуть общение, но ограниченное. Это правильно понял? Нет. Не надо. Не временно, ничего. Просто не надо и все. Вот здесь, если он заплакировал человека, не говорит ни слова. Роман Проликов ни слова. Вот сейчас Гусейн заходит, трусик. Прямо бумагу написал, из бумаги сфотографировался. И все, наладилось. Это я правила дал такие. И здесь никак. Не надо зачем. Тут-то много у нас есть с кем общаться. Это уже тянет. А тянет это уже нехорошо. Никак. Потому я говорю, и вовремя надо расслышать. Да, спаси Христос. Ты же не чужой.